Доброе утро, коллеги, доброе утро, крымчане. Жители города Героя с нетерпением, конечно, ждут комплексного благоустройства всей набережной, которая бы включала создание уютной зоны, променада, мест для отдыха с детьми и, конечно же, зоны аттракционов. Вот об этом мы подробнее поговорим сегодня с нашим гостем, директором муниципального и интерного предприятия, дирекцией по регулированию сферы потребительских услуг Романом Бобровым. Роман Александрович, доброе утро. Доброе утро. Роман Александрович, насколько я знаю, сейчас уже идет речь об установке нового колеса обозрения на набережной. Расскажите об этом подробнее. Мы немножко забегаем вперед. Колесо будет установлено где-то в апреле месяце. Это по планам развития предприятия, развития деятельности, создания ярмарки. У нас в данный момент сейчас уже утверждено положение о проведении ярмарки на городской набережной. В рамках ярмарочных мероприятий будут устанавливаться аттракционы, будут различные развлекательные заведения, будут торговые объекты открываться. В рамках этой ярмарки, соответственно, будет установлено новое колесо обозрения. Расскажите подробнее высота, вместимость. Когда керчане смогут увидеть этот объект и каким он будет? Сразу скажу, колесо не наше. Пока это не наше колесо. Мы себе пока не можем позволить этой радости, слишком дорогостоящего удовольствия. Стоимость колеса обозрения начинается от 30 миллионов рублей. Поэтому пока мы себе это не можем позволить. Для того, чтобы решить проблему наличия колеса, мы пригласили инвесторов. Вот в данный момент два человека заинтересовалась установкой колеса на набережной городской нашей. Размеры колеса, начиная от 30 метров. Предыдущее колесо, которое раньше стояло, было 27 метров. Те инвесторы, которые сейчас заходят, предлагают колесо размером 30 метров и рассматривается вариант 50 метров. Колесо новое, современное. Если не ошибаюсь, в 2015 году оно было произведено. С современными новыми кабинками закрытого типа, в которых будет система отопления устанавливаться, что позволит и зимой пользоваться тем аттракционом. Я думаю, что оно будет намного интереснее, чем было раньше. Плюс дополнительно на этом колесе установлена система иллюминации, которая позволит наблюдать это колесо, яркое, красивое. То есть оно будет еще и украшать набережную. Да, оно будет украшать и с моста, когда мы будем заезжать в город Керчь, будет видно. Это будет яркое пятнышко, которое будет привлекать внимание гостей. Роман Александрович, неизвестно, точно будет ли это 30-метровое или все-таки 50-метровое. Может быть, известна приблизительная стоимость использования аттракциона? Скажем так, сейчас сохрани немножко интригу. Мы на стадии переговоров, мы на стадии подготовки всех этих мероприятий. Если все нормально будет, я думаю, что все будет хорошо, то колесо будет. Пока о размерах колеса точной информации я дать не могу. Как только будет информация, обязательно сообщим, обязательно проинформируем. Но колесо будет. А будет ли он установлен на прежнем месте или рассматривается какая-то другая площадка? Рассматривается много площадок, потому что у нас очень большое количество аттракционов было демонтировано. Те аттракционы советские, которые стояли ранее, они уже не подлежали эксплуатации. Поэтому площадки освободились, площадки рассматриваются. Мы изучаем возможности, но надо понимать, что колесо — это не просто аттракцион. Это аттракцион, связанный с опасностью. С мерой безопасности. В первую очередь, конечно же, соблюдение мер безопасности, соблюдение всех требований, которые предъявляются к подобным аттракционам. И то место, где ранее стояло колесо, оно в целом соответствует. Скорее всего, что в этом месте будет. Роман Александрович, какие еще объекты будут установлены на набережной, кроме колеса обозрения? Что еще в планах? Ну, знаете, страшно загадывать, но мы сейчас максимально набираем предложения. Предложения от инвесторов, которые готовы прийти, готовы проработать на набережной, готовы свои деньги затратить на развитие городской набережной, готовы свои силы затратить, потому что мы понимаем, что за несколько лет до этого набережная, к сожалению, пришла в упадок. И какая-либо деятельность на набережной, она не всегда была прибыльная для предпринимателей. Вот наша задача дать максимально все возможные условия для того, чтобы люди приходили, люди покупали услугу. Развивали там какой-то тоже свой бизнес. Да, и, соответственно, тот бизнес, который там развивался, он был привлекательным, интересным и для инвестора, и для покупателя. Поэтому придут интересные люди, будут интересные аттракционы, будут новые, будут новые там карусели. Насколько я помню, то есть план даже такой серьезной деятельности этих инвесторов. Они хотят развить набережную в целом. Роман Александрович, будет ли на набережной Керчи какое-то звуковое оформление? Будет ли там играть музыка? Да, сейчас вот буквально на прошлой неделе мы встречались с представителем компании, которые готовы установить на городской набережной систему звукового оповещения. Это будет интересно, это будет новое, будет играть музыка, поэтому ждем всех гостей. Приходите к нам на набережную, увидите. Это лето обещает быть новым. Спасибо большое за интересную беседу. Напоминаю, что мы сегодня беседовали с директором муниципального интернета предприятия Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг Романом Бобровым. Я думаю, что мы еще непременно вернемся к теме благоустройства городской набережной. Но пока, коллеги, у нас на эту тему все. Я передаю вам слово. Спасибо большое, Кать. Хорошего дня.